очень хорошо что вы затронули мне в целом вот эту штуку связанную с как бы с переживанием одиночества с как вот что ну как бы пенит вино страдания вот потому что я хотел как раз спросить можем с вами поговорить про то что усугубляет одиночество ну то есть мы знаем что есть средовые факторы например это постоянная погруженность в цифровую среду это отсутствие возможности формировать у себя социальные навыки отсутствие учиться возможности учиться потому что ты как бы все время сидишь перед плоским экраном который не то же самое что живой объемный чек у которого есть свои мотивации свои потребности он я признаюсь прям при всех что у меня например социализации ну честно говоря не всегда вот так как мне нравится и время бывает даже очень мягкий и у меня случается такое что я не думаю про людей которые как бы находится в нем поле моего зрения но я борюсь с этим ну то есть я вижу что в этом серьезная проблема которая мне же самому доставляет дискомфорт а сколько дискомфорт она доставляет другим людям про которых я не всегда думаю это еще ну как бы представить себе сложно у меня есть лайфхак я так готов знаете давайте в чем дело значит лучше всего начинать борьбу с одиночества с увеличение собственной социальной ценности вот как только вы понимаете как бы вы пойти я не очень страдаю от одиночества ну вот потому что мне постоянно как бы мне есть что сказать другим или дать или помочь или еще что-то там поддержать и прочее поэтому конечно ко мне всегда обращаются да почему потому что есть чем как бы что воспринять от меня в общем я ресурсный субъект значит самое важное если вы хотите быть ну чтобы другие люди вас как бы хотели бы к вам вы должны сами стать ресурсными вы должны в себе найти те ценности которые позволят вам быть интересными для других людей полезными других людей важными для других людей глубокими для других людей ну то есть вот ну вот и поэтому наша основная задача она в том чтобы нет не пытаться других людей изменить чтобы они вот соответствовали нашим ожиданиям мы обычно как раз этим оправдываемся мы думаем что если мы чувствуем себя одинокими то это с другими людьми что-то не так вот но если ревизию жизни если говорить там про челлендж про который мы делали если мы обретаем свою собственную ценность мы видим свое ресурсность свое мы можем ее наращивать и поверьте но не может быть чувствовать себя чек одиноким если он не болен депрессии вот если он нужен другим людям и если другие люди умеют испытывать благодарность за то что он для них делает вот это нормальная социальность и это нормально социальность начинается не с каких-то хитростей уловок как бы вот всех людей вовлечь значит в мое это куда вы их вовлекаете вы сначала сделаете куда они вовлекутся они потом прилетят ну вот и будет вам как бы этот базар-вокзал вот а так они откуда возьмутся вот на пустое место кто полетит к сами полететь не полетите я мне тоже не полетел поэтому очень важно понять чем что как бы сделать как свою сделать жизнь богаче для того чтобы другие люди были реально заинтересованы как бы служить с вами то сожить сосуществовать уже все сосуществовать к это гадость сожительствовать еще больше какая-то гнуть а вот сочувствовать ну как бы был сочувствуется есть ловится причастными быть сопричастными да андрей владимирович хорошо что вы упомянули про челлендж мы у нас уже время на самом деле подходит концу и в завершение хотелось бы просто сказать про ну несколько важных если не лайфхаков то хотя бы правил ну условно что должен делать человек именно делать потому что здесь не поможет просто что-то узнать и дальше как бы из-за этого ваша жизнь изменится большинство людей когда приходят за какой-то информации или когда разговаривают друг с другими людьми им кажется что сам факт просто того что ты про это узнал после этого поменяет твою жизнь но если ты узнал но после этого ничего не сделал бы продолжишь находиться там же где ты был поэтому вот андрей владимирович можете прям если коротко на что дело как я люблю и как это коротко да как избавиться от стресса как избавиться от одиночества еще коротко что ты ходил одним одним предложением варь как стать счастливым вот про что хотелось бы сказать ну то есть что человеку нужно делать для того чтобы он ну как бы во первых избавился от этого чувства одиночеством во вторых не чтобы она не возвращалась к нему ну то есть мы уже выяснили что это в первую очередь тренировка социальных навыков да мы просто начинать с тренировки социальных навыков нужно при социофобии если у вас нет такого расстройства то тренироваться этого не надо я бы действительно начинал с обретение собственной ценности и ощущение того что вы можете быть полезны другим людям как только вы ощущаете что у вас есть что-то что вы можете дать другим у вас нас и появляется предмет обмена в хорошем смысле с другими людьми и это увеличивает вашу социальность дальше это вопрос навыков реконструкции другого человека потому что если вы своими ресурсами пойдете не знаю воду полезете в броду то вполне возможно что ваши ресурсы никому к дьяволу не нужны вот и на самом деле вы стучитесь закрытую дверь потому что вы с тем с чем вы обладаете можете быть интересны для других людей а не для тех которые которым вы как бы пытаетесь объединиться поэтому обязательно надо научиться при конструкции то что мы называем это понимание того как устроен другой человек его мотив его интересов там и так далее вот навык реконструкции это интеллектуальный навык а вот социальный навык это уже как бы топ 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 да и когда ты уже имеешь собственную ценность умеешь реконструировать других людей и после этого ты находишь вот такие способы взаимодействия которые других людей как говорят вот душа компании там или там с этим человеком всегда интересно это уже дополнительные как бы навыки которые ты в себе формируешь но начинать просто с них на мой взгляд наивно потому что ты душа пустышка так себе душа она должна иметь что-то что за этим стоит а это надо в себе взрастить и дальше понимая кому это нужно дать так чтобы он сказал а то хорошо как пошло да в общем душа обязана трудиться если день и ночь на youtube канале докторы самое время про душу поговорить давайте карантин всех доводит до состояния полного да в общем в конце нашего разговора с андреем владимировичем да хотелось бы просто сказать что ну для всех кого для кого эта задача да так скажем работы над собой и понимание чем именно вы можете быть полезны другим людям для всех для кого эта задача актуальна мы с андреем владимировичем сделали такой челлендж он называется ревизия жизни и это семидневная программа на которой вы имеете возможность посмотреть на себя как каждый день используя практические упражнения посмотреть на себя и понять в чем ваши сильные стороны где вы что ну где вам чего не хватает и составить в итоге план действий по улучшению собственной жизни конечно очень существенную часть этого занимает ваша социальная жизнь поскольку если про это не подумать будет баба саша так про это говорит как то как это сложно вот я проще скажу это на самом деле просто очень такая важная человеческая вещь вот начать видеть в себе тот потенциал который у вас есть и вот моя идея вот этого курса она состояла в том что ну как бы просто я рассказываю где смотреть вот и после этого саша рассказывает как как смотреть ну вот и дальше это позволяет вам действительно сделать свою жизнь объемнее с этого ручейка начинается река и это улыбка я начал песни петь опять но я честно скажу андрей владимирович мы это уже сколько людей через него пропустили я думаю сколько как саш как скажут что ты пропустили сколько людей вышло до в довольными после но у нас порядка тысячи до тысячи несколько тысяч людей уже прошли челлендж отзывы реально очень хорошие и чаще всего люди рассказывают про то что им действительно удалось увидеть то что они не видели в себе и они начали понимать как это использовать для того чтобы себя почувствовать лучше мне кажется что ну как бы если ну это можно сделать то как бы нельзя не делать вот могу а значит должен ну правда да это важно навык этого ощущение того что у вас есть я все время цитирую же розовый ты делаешь что можете что имеешь там где то есть а здесь надо же увидеть научиться видеть что ты имеешь где ты и что с этим можно делать об этом челлендж place и ты и и и и Продолжение следует...